Деньги. До сих пор непонятно, что такое деньги. Вот непонятно и все. Нет, непонятно, как деньги можно рассматривать в атриберсео. Они же посредниками являются. Как их можно зафиксировать без их посреднической функции? Как их зафиксировать как сущность? Потому что теоретически денег же нет, как бы. Есть просто обмена, как и сочная обмена. Есть такое решение, что все-таки определенные сущности они обладают. И не только посредники, но они еще обладают определенные сущности. Я раньше за это очень держался, а теперь даже и не знаю. Но как-то не совсем не получается. За что держался? За то, что деньги обладают еще самостоятельной сущностью на свидетельстве деятельности обмена. Это не просто эквивалент? Да, что они обладают собственной патриотической стоимостью и просто действительно бывает, что денег не хватает. Ну, помните все эти вещи, которые я разбирал без конца все это дело? Что экономические хвосты в опытом, в новое время чем было оплачено? Потому что появилось большое денежное предложение из Нового Света. Золото появилось. Чем в конце 19-го, начало 20-го века. Опять стало не хватать денег в экономике. И вот, как бы, захлебнулся. Но тут появилось золото Аляски. А успех экономического роста после войны, что удалось наконец сделать полноценную бумажную валюту. Ну, да. Нет, по-моему, здесь сложность только в том, что деньги сами выступают товаром. Да. То есть, если бы они были просто банальным эквивалентом, тогда бы они не работали как товар. Но они выступают в том числе и как товар. Я раньше тоже так все время думал, что вот у них есть собственная стоимость, они выступают как самостоятельный товар. Но, к сожалению, наверное, ситуация как-то еще... Как бы Америка производит доллары, да? А мы производим рубли. Нет, нет. Наши рубли, они привязаны к доллару. А Центробанк может произвести столько рублей, сколько у него есть. Да проблема совершенно не в том, как вот волонтеристки к чему привязывать. Есть же... Я просто, извините, я, может быть, отстал от жизни, и это неправда теперь, да? Но я всю жизнь понимал следующее, что обеспечением денег выступает никакое не золото, не платина в современных условиях, а выступает объем товаров и услуг, производимых данным государством. Ну да, да. Да, только по этой схеме он до 130 копеек, да. Ну, нет, подожди. Вот, я понимаю, что есть сложно... Если так смотреть, то получается... Нет, ты не так должен говорить. Ты должен говорить не 30 копеек, а доллар стоит там 30 центов. Вот так. Причем здесь рубли вообще? Ты переводишь, как бы, ты сразу смешиваешь. Ты сравниваешь экономики. Надо сравнивать... Ну, опять-таки, понимаешь, Булат, если мы же... Я же говорю, по-моему, достаточно аккуратно. Не товаров, а товаров и услуг. Услуги, которыми торгуют штаты, они же весьма разнообразные, они же обеспечат всю экономику мира, и поэтому обеспечат они существенно больше. Да, поэтому получается, если вот за Игорем следить, то рубль, он обеспечен товарами и услугами, которые производит российская экономика. А доллар? А доллара мировая. Да, а доллара мировая. А доллара мировая. И вот я на это говорю, что доллара для обеспечения американской, мировой экономики сильно не хватает. Ну, хорошо, хорошо. То есть весь мир... Хуже не хватает, чем у нас рублей. Понятно. Весь мир, в принципе, в той же ситуации, что и мы. Да, да. Это может быть, я не знаю. Мировые проблемы меня мало колышут. А вот то, что возникло вот это замкнутый круг с нехватком рублей в нашей экономике, вот тут как бы ведь... Подожди, но если начать... Ребята, на самом деле аналогии-то все-таки не совсем верны. Вот если вот здесь, если здесь сюда шли кирпичи, обратно шли трубы и цикл замыкался, то здесь идет обязательство, а обратно-то оно либо когда-то разрешится и деньги уйдут туда, либо не разрешится и связь оборвется. Здесь нет никакого цикла. Игорь, это просто отсрочка. Да, может быть. Это не совсем эквивалент. Потому что, ну да, вот я должен тебе заплатить через 3 месяца. Через 3 месяца я либо тебе плачу, либо не плачу. Вот долг не может бесконечно нарастать, да? Булат, вот ты, кажется, этот момент понимаешь. То есть вот эта торговля отсрочками и долгами, она существует в качестве бизнеса? Ну, вообще-то говоря, мы и банки предлагаем, и говорим, что если банк исключить... Нет, нет, мы если банк исключаем, да? А возникает некая фирма-посредник, которая хочет вот вклиниться в это место и заработать свой честный процесс. Как говорится, это будет просто дериватив очередной. Как и там. Не деньги, а производные от денег. У вас, где мазачетчиков, которые меняли одно и другое, приходят... Нет, мне тут важен вот следующий момент. То есть этот бизнес существует по торговле обязательствами? Почти нет. Почти нет. Почти нет. Почему? Тогда это другая ситуация. Тогда это другая ситуация. Потому что банкерный этот бизнес существовал. Да. Он был ужасно муторный. Это ты прав. И я просто краем уха слышал, это страшное дело. А здесь, если этого бизнеса с задолженностями нет, то значит ситуация другая, чем в 90-х. Потому что тут худо-бедно торговля шла, а здесь получается нет. Ну, здесь есть преимущество, что через 2-3 месяца все-таки честная часть поставщиков получает деньги. Ну, это просто отсрочка получается. Ну, понятно. Тогда просто получается следующее. Тогда просто получается, что все эти конкретные игроки, конкретные игроки, они просто кредитуются. Им банки нахер не нужны, потому что они не выгодны. Они просто восполняют, как бы, потребность в кредитовании вот таким странным способом. Что тут такого катастрофического? Другое дело, что если бы... Ну, нет, понятно, почему это плохо. Потому что это все естественное течение будет вести к следующему, что постепенно количество денег здесь будет уменьшаться. Но уже меньше. А ну, вот если это так, это плохо. Потому что, в конце концов, тогда вся эта цепочка замрет, и тогда здесь нечего будет вообще обращать. Просто нахвост. Но вам просто нечего. А? Ну, за плату-то не с ним же. Ребята, ребят, ну, вы говорите. Ну, за чем с того, что вы здесь неправильно? Здесь нет никакого обращения. Вот если это сетевой оператор, который продает, да, то есть такая пятерочка, то деньги только входят сюда, наличные. А они отсюда не выходят никуда. Ну, то есть там заплата небольшая и так далее, но в основном они идут сюда. Они идут сюда, 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 и к производству или к каким-то еще услугам возвращаются вот отсюда. Нет, ну, вот это надо нарисовать, что деньги идут вот так вот. Вот так кругом. Большая часть идет вот сюда, вот такой здоровенный резервуар, и там... Ну, так или иначе, так или иначе, вот отсюда деньги, отсюда сюда не выходят, здесь нет вот именно обращения. Есть немного. Только за так сюда. Вот люди приходят в пятерочку и отдают туда деньги. Да, да. И они пошли по кругу возвращаться. Получается, что живые деньги приводятся в обязательства. То есть, в дереватив. Да, я понимаю. Ну, смотри, тогда здесь, по-моему, надо думать, вот с какую сторону. Вся эта ситуация возникла из-за того, что банки оказались выключены из игры. Они оказались невыгодными партнерами для всех этих вот замечательных людей. Ну, кредиты дорогие. А? Ну, кредиты дорогие. Да, да, да. Совершенно верно, да. Ну, тогда, значит, нормальный, по-моему, путь оздоровления все-таки как-то ввести банки в игру. Каким способом? Через людей. Каких через людей? Ну, люди берут кредиты. Да, люди и так. Вот в том-то и дело. Вот эти-то как раз кредиты берут. Понимаешь? Вот наличные сюда поступают, потому что эти берут кредиты и сюда уже потечет. И как бы вот кредитное, вот это кредитование начинается отсюда. То есть вот сначала у этих нет денег, потом у этих, потом и пошло. Да. А нужно, чтобы кредиты брали вот эти вот крупные игроки. Не физические лица, а крупные игроки. Да, и получается, что вот они после 2008 года справлялись с острым экономикой тем, что вот они выдавали конечным потребителям кредитов. Ну, да, понятно. Или что-то там начало расти. А мы их понесли в магазины. А народ потихонку... А они, так получилось, что эти деньги они перевели во что получили? То есть сетевые операторы сделали две вещи. Первое. Они эти деньги, которые получились в связи с формой кредитов, они... Ну, они расширились, наверное. Да, они расширились. Они, так сказать, пустили их в капитализацию. Да, они пустили их в расширение, не в капитализацию, в расширение. В расширение они пустили. Их реально получилось, что они пустили их в расширение. Это очень удобно. Заткал новый магазин, Говоришь поставщикам, господа, открыл новый магазин. Пожалуйста, кредит на этот магазин не 2 месяца, а 4. Ну, вот так происходит по практике. Вот такова ситуация. Это первое. А второе, где-то их здесь накопили в качестве определенного рода резервуаров, скорее всего, вывели просто из экономики через валютный рынок. Ну, есть версия такая. Да. Так. И здесь опять мой любимый тезис от Шумпетера по сделанным, что мало конкуренции плохо, а много конкуренции еще хуже. Почему? Потому что у тебя накапливаются издержки растут. У тебя когда на кладбище гипермаркетов стоит окей, метро, шан, карусель, лента и все в ряд, у каждого из директоров, управляющих, продавцов, все это надо отмечать и это. У тебя в результате в экономике растут издержки. Вместо того, чтобы росла конкуренция. Это и тогда, если бы у тебя не было конкуренции, ты бы зарабатывал здесь прибыль, а если у тебя есть конкуренция, то эту прибыль переводишь в рост издержек. У тебя больше издержки сделают. То есть получилось, что сетевые операторы, вот этот кредитный бум, перевели во что? В рост издержек. А, и второе, убили весь остальной мелкий бизнес, который как бы существовал еще на нормальном денежном обращении. То есть вот до сих пор на юге России, ну вот не знаю, как я видел в свое время, что вот в Петегорске есть рынок Людмилы. У них нет сетевых операторов, какой есть, есть рынок Людмилы. Весь Северный Кавказ ездит на рынок Людмилы. И около этого рынка Людмилы есть еще 10 рынков, где цены нет. Людмилы касается, в целом, я страшу, что Украина, вот как раз ее, у них мало товарное производство. Такая же, да. То есть все покупают на рынках там тоже. Там выходишь, дорога между Киевом и Харьковом, ну казалось бы, ну что это такое? У нас кладбище кипермаркетов такое, там 7-8 бы их стояло, там нету, они все покупают на рынках, там сразу же дорога и все. Мало, не одно кафе придорожное, ничего такого нету. В Запорожье были, у них вся работа на рынке. То есть вот такая, вот они вот так существуют. А в Петербурге рынков нет. У меня здесь тоже есть, но копеечку такую выводу. То есть, что получилось? Как ни странно, это функционирование, во-первых, здесь у нас денежный суррогат появился, ходит вместо этого. А деньги взяты через потребительское критикование, получается, что закопали в рост издержек. Сейчас в России запрелось на полках МШС. Ну, слушай, тогда банки должны вернуться и начать кредитовать не этих кашалотов, каруселей и всех прочих, да, а мелкий бизнес. А как? У нас проблема состоит, что у нас нету конечных потребителей. Ну, с чем дело, а вот, допустим, если они дешево кредитуют мелкий бизнес, а потом этот карусель за издержки, опять же, да, вот за эти, у мелкого бизнеса скупают все. Ну, то есть, как бы, крупный бизнес кредитуется у мелкого после этого. Да. И для мелкого бизнеса это оказывается выгодно, потому что на разнице вот этих процентов, как бы, тех, которые банк отдал. Да, да, да. Так, слушайте, ну, пусть хоть так, пусть хоть так растет это движение, потому что естественным образом это движение взаимообязанности, оно просто затухает. Да, и очень, такая очень смешная штука, у нас же почти вся экономика сейчас торговля, да? Все торгуют, у нас другой экономики нет. Вот это тема Володи. Да нет, но есть у нас уже обрабатывающие, как там, добывающие бранжи. Транспортные. Добывающие, да, да. Я из-за того, что вы говорите? Ну, вообще продажа, продажа, все продажа. Да нет, они же генерирующие компании, что вы говорите? Ну, в российском случае торговля. Это на Западе у них услуги, а у нас торговля. У нас торговля за все, за все услуги. Торговля, она как бы без услуг. Там, где продают. А здесь есть, товары здесь инкулируют в торговлю, поэтому все торговля. Товары-то есть, это компонент торговли. Что-то удивительно. Да нет, слушайте. Если у вас, что выступает товар, значит, покупает торговля. Я какое-то время пережил по этому поводу, а потом подумал, в конце концов, ну, какая разница? Мы встроены в мировую экономику вот в таком качестве. Да и на здоровье, господи. Какие проблемы? Ну, то есть, до тех пор, пока мы опять не начали новую железную заново строить, но так, в принципе, ну, встроены мы в качестве продающих. Да на здоровье. Ну и что? Да есть, все равно. Все равно, ну, понятно, что везде присутствует. Ну, пусть мы будем существовать в этой пищевой цепочке в таком жанре. Да, у нас есть генерирующие. У нас это понятно, что в газе, в тяна и в уголе. В качестве еды существует пищевая цепочка. Ну, это все на генерирующие. Удобрения у нас происходят. У нас много генерирующие. Когда мы продаем нефть, мы фактически существуем в качестве еды для мировой экономики. Ну, это называется генерация. Ну, как бы, в какой-то смысле генерированное исходное нечто, да? Не-не-не. Но генерируем это сильно сказано. Генерируем это, если мы нефть перерабатываем и продаем продукты переработки. А мы это продаем сырую нефть. Основное это объем, это сырание. И сами перерабатываем, и продаем. Да нефть мы перерабатываем. Что ты рассказываешь? Да и электричество тоже. Электричество мы, по-моему, не продаем. Удобрения мы, на самом деле, отмечаем. Подаем, подаем. У нас страна производит, я не помню, по-моему, больше всего в мире генерируем не производит. Там фосагра всякие там. Ну, да, эти калины, генерируем. Какой-то битр отмечаем, да, много производят. Ну, и что? Потом лес обрабатывающий у нас лесом уже не очень немедленно. Нет, нет. Мы продаем целый лес. Да его не продаем. Все, контейнер, тема накрылась полностью. Почему? А? Почему накрыл? Ну, оказалось, что восстановление, это... Австралийские эвквалипты, которые растут себе на грядках, рядом с асфальтовыми дорожками, оказалось гораздо дешевле, чем наши. Нет, просто у нас как бы абсолютно... Не задействовалось... У нас запал сейчас уничтожают неостанавливать. То есть вырубают все. Вот я просто там, вокруг, конечно, с поля, когда я заобщался с людьми, они говорят, что вот 20-30 лет, здесь везде был сосновый пол. Вот везде, понимаешь, 20-30-40. Ничего нет. А проблема состоит, что к новому лесу надо дорогу строить, или что-то еще, а это никак не сделать, потому что дорого получается. Вот. А в эвквалипте растут более дорожек с асфальтовым покрытием, растут себе, за 10 метров растают, их срубают, и конь-то куда надо. На самом деле бумага. На самом деле бумага. И у нас это все закрылось. У нас в Махаминске из десятков, нескольких десятков. А почему наши не могут так же дорожки построить и точно так же высаживать? Надо сажать, значит. Да и сосны те же надо было бы сажать. А сколько лет будет растеть, у нас твоя сосна? В отличие от эвкалиптура. Вот смотри, чтобы вырастить лес, нужно вложиться. А все хотят приехать, срубить, вывести деньги в кэш. Ну это понятно, это так же и везде. Но не везде. У нас в принципе морская страна. Должна быть много рыбы. Почему-то рыба норвежская, какая угодно, таиландская. Они рыбу выбивают. Не, ну как бы странно же это тоже. А почему рыбы у нас нет? Она не хочет жить на вошне. Причем на наших сейнерах ловят рыбу и продают. Рыбу в Пула. Норвегию и так далее. Везде продают. Да. Но Пула и сказал, что их не устраивает наше отношение. А потому что исходное сырье, исходное сырье, вообще это не плохой товар. Хороший товар, это переработанное сырье. У нас плохо с переработкой. Рыбу-то можно наловить, а перерабатывать ее качественно и рентабельно не умеем. Нет, на самом деле еще в какой момент. Если мы продаем сырье, это значит, что в конечном счете мы не научились торговать. Потому что продать как бы товар, это одно. Там надо искать рынок сбыта. Надо уметь его продавать. Надо маркетинг какой-то. Продать нефть никакого особенного маркетинга не нужно. Понимаешь? Это товар, который всегда востребован. Понимаешь? То есть тут какого-то искусства торговли нет. Газ, нефть. Да, там калиблются цены. Да, за всем этим как-то они следят, как на это воздействуют. Но, собственно, как бы торговли как какого не происходит. То есть создать продукт, создать потребность, как сейчас создают. У тебя же не просто как бы создают продукты, а потребность создают по-равильному цвету. Ну, типа айфонов шесты. Ну, типа айфонов шесты, да. Одно дело продать айфоны шесты, понимаешь? Которые как бы вот, вот, зачем они людям. Но их продают. А другое дело продать нефть. Понятно то, что нефть проще. Ну, это совсем легкий. Да, по-моему, просто такие вот общие места. Это все говорят, поэтому это неинтересно. А что эти сериалы там что-то не будут? Да блин, а мне кого-то нет. Первый поздно, уже не купишь. Я пытался ходить вот с этим. А это как с сериалами. Надо сначала первую смотрить. Начать с третьего. Начать с третьего, да. Три точка один. Не, я пытался пользоваться вот этими, с тачскрином, да, это называется. Да. Неудобно. 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 Ставим, наверное, ножом. Очень сильно, что я отремонтировал свою старую ногу. Да, я это все как бы делаю три ручки. Неудобно, неудобно. Отремонтировал старую ногу и хожу с старой ноги. Я ездил всегда на мотоцикле, посадили за руль, неудобно. Где-то, почему ты думал, что такой дурак, круглый. Я хотел бы вот такой варанки. Виза? Варанки. Ну, вот такой. Слушай, ну, если человек так удобно, какие проблемы консервативные? Нет, он должен приобщиться. Слушай, ты с идеей так и не пришли? Не пришли и никак не получается. Вот я видел, что в знанием реакторе они пытаются что-то термодинамические величины делать. Они говорят о свободной энергии. Если такая термодинамическая величина – свободная энергия. Это термодинамическая система. И они говорят, что деньги – это термодинамическая энергия. По-моему, вот так они пишут. Ну, не помню уже. Какая там есть, там несколько. По-моему, то ли. FPV-DTS. Или что-то еще. Буквально берут 20 FPV? Да, в буквальном смысле. Пытаются понять. Там же много всяких термодинамических величин, по-моему. Я не помню, что они говорили. Их же там и свободных энергий много. Ну, по-моему, тоже такое. Если мы с философской точки зрения просто не поймем сущность денег, что это такое. То писать, как бы, вот эти формулы, по-моему, совершенно просто. Да? Хотя интересно. Я признался, термодинамические потенциалы не освоят. Слушай, а вот интересно. Не освоят, действительно. Ну, допустим, у нас много товаров да есть. Вот проект произвела, допустим, экономику штаров. А денег, чтобы их приобрести, недостаточно. Ну, может быть, они тогда вернутся в экономику откуда-то? Знаешь, если их вывезли, как ты говоришь, может они вернутся? Потому и дают кредит населению, чтобы они могли войти и эти товары купить. Не, ну, кредиты додают, как бы, для этого печатают, как-то, да? Ну, то, например, вводят, экономят конъекцию, делают. Я говорю про то, что как вот ощущается вывод из экономики денег? Ты говоришь, там, вот их выводят назад. Да. Но выводят-то всякие доллары, а рубли-то остаются где-то? Так, рубли остаются на счету Центробанка. Таким образом, они вернутся. И эти трон 93 нишка о любых чаечных кредитах. А, и они возвращаются в качестве кредита! Они ни что превращаются. Никуда ни в качестве кредит, вот ни что превращаются. Ну, конечно! Вы же уже сжигаясь... Просто Центробанк потом выдает опять же банк на счет. Если банк... Ты же знаешь, что он привезен к консулу валют. о ¡tha стало меньше валюты, стало меньше рублей! Да. А то очень просто неправильно устроит наش! Поэтому они аннигилируются, как бы. Ели говорят, они станут неправильно устроить нашу Центробанку Если ты купил валюту у этого штуки, Ты принёс свою валюту, закрепил на его счету, он таким образом монтировал рубли и напечатал. Когда их выбрал, он деньги как бы уничтожил. Забрал валюту и с ним их увезли. Если у тебя действительно привязан рубль вот таким образом к этой, к эквиваленту, то тогда у тебя что получается? Во-первых, получается, что по большому счету есть только доллар и отсылочки, вот такие, и сарагаты. А рублей нет. Вот и рублей нет в экономике. Поэтому как бы правильно было бы национализировать Центробанк, чтобы он мог спокойно печатать рубли столько, сколько надо. Да блин, Влад, ну уже играли бы эти государственные экономики. Они неэффективны настолько, что просто падают сарай под силой. Иначе вот мы просто уже всё уничтожили у нас. А это вообще ничего нет. Прогиб. Господа, это уже очень интересно, есть блестящий опыт. У нас есть азиатские драконы, у нас есть Китай. Вот интересно, а у них как денежное обращение стоит? Я просто не знаю, как дело в Сингапуре построено. Или в Южной Корее было, или в Тайване. Или в Северном. В Северном неинтересно. В Северном неинтересно, да. Там вот это затухание уже в такой стадии. Там просто шевеление. Как у нас в советские годы там было. Отчасти натуральное хозяйство, думаю. Ну да, да. Отчасти натуральное хозяйство, они без денег обходятся. Натуральное хозяйство, и причем даже я слышал такие описания чудные, что хотя частное предпринимательство запрещено, там чуть ли не расстрел, но это просто единственный способ населению не умереть с голодом. Поэтому власти закрывают глаза на то, что они там производят какую-то еду и как-то ею торгуют. Вот. И только благодаря этому выживают, собственно говоря. Да. И вот как китайцы справляются с такой дикой монетизацией экономикой. Они уже два ВВП. Там в Индии больше. Это все сильно растущие страны были в последнее время. Как они с этим справляются. Слушай, а у меня два вопроса. Ну как бы деньги, понятно, там производство. А где вот здесь духовность? Духовность пропихивает банки, так сказать, с высшим усилием туда, тварь, лезь, понимаешь, лезь там, вмешивайся во все это. Вот это духовность. А духовность здесь почему? Потому что никакие деньги сами по себе, никакие миллиардеры сами по себе, они не важны. Всякие миллиардеры, сетевые операторы важны только тогда, когда они являются просто-напросто инструментом развития для себя. Итог силы этого – духовность. Настоящая цель, которая должна быть. То есть ты должен стремиться к развитию. Поэтому Сталин был с его экономикой командой административной, это был инструментом развития до подлинного времени. Это Рузвельтовская консерватор, то что у него было, это было инструментом развития. Это все инструменты развития, как бы вы имелись. А сейчас многие люди, я практически помню статью Малаховского, цитирую. Сейчас начали думать, что они сами по себе имеют хоть какой-то смысл. Что они зарабатывают деньги для себя. Да, что они зарабатывают деньги для себя. На самом деле это инструмент развития общества был. Частная предпринимательская инициатива, которая существовала в Америке, был инструмент развития общества. Но сейчас в этой форме уже не работает. Один открыл парикмахер. Он вроде и для себя зарабатывает, но при этом он обеспечивает контент. Да, да, да. И у нас была надежда, что, грубо говоря, Абрамович и Фридман и Вильситберг поднимают Российскую экономику. Это оказалось не так. Ходорковскому не дали. Да, Ходорковскому не дали, а остальных не получили. Остальные виноваты. И об этом как бы так забыли потом, со временем. Что они тоже являются инструментом развития. И что они не инструменты развития, а некая вещь себе, которая существует, то есть экономика существует для того, чтобы определенного рода круга вещей мог, например, поддерживать стабильность. Но они являются инструментом развития. Поэтому духовность здесь на каждом шагу. Если мы поймем какие-то деньги, что такое деньги? Мы поймем, как у нас могут работать электронные валюты, типа биткоина. И, быть может, вот тот самый дефицит, который существует на валюту в мире, будет за счет полифонии. Видишь, как я говорю? Полифонии электронных валют, типа биткоинов и всех остальных. То есть торрент денег. Он может быть компенсирован. И тогда мы будем иметь в своих руках мощный инструмент развития. И все изменится, быть может. А может нет. Вот в этом есть духовность. То есть видеть за всем этим инструмент развития, который делает нас, мир и всех остальных гораздо лучше, чем мы. Очень горжево. Который мы берем. Хлопот надо. Да. Опять хлопот. Хлопот, да. Лисовался? Он это делал. Он должен выступать. Ну, он должен purity, вечеринка.